Объявить это Александру Федоровичу, чтобы он нашел там полчаса времени, сесть, обговорить и принять какое-то взвешенное решение. Все. Мы без него сегодня не можем. Если это будет принято, мы без него сегодня не можем. Удовлетворены будут все стороны, то вот это вообще не нужно будет. Совершенно верно. Совершенно верно. И я больше того хочу сказать, насколько у меня есть информация, что сегодня есть несколько площадок, которые церковь рассматривала для строительства. Владислав, я хочу сказать следующее, что после пятницы и воскресенья, в понедельник у меня был разговор с Александром Федоровичем. Он высказывает полную готовность встретиться с Петерином и обсудить эти вопросы. Я бы не хотел, чтобы это... То есть он понимает всю сложность сложившегося ситуации, и он готов к встрече и диалогу. У меня разговор с ним был в понедельник. Я вам скажу, если такой разговор состоится, то я думаю, что даже если не будет наших коллег на сессии, мы все равно такое решение примем. Чтобы поддержать церковь и убрать этот накалку. Я думаю, будут. Посмотрим. Ну, то такое дело, да. Я просто к чему говорю, что такое решение... Будет повод принять. Да. Давайте мы к этому еще остановимся. Я все-таки предлагаю. Залпу переносить. Мы сегодня собрались. У нас 22-ое число. Никто не отменял. Есть обращение. Есть распорядка мэра. То есть я возвращаю их, потому что я просто хотел это обсудить в конце. Но мы должны... Список у нас есть. Людей, которые зацепили. Пытанный лист. Я как рекомендую, вы должны за него голосовать. Мы вносим второй пункт питания инши. Третий. Третий пункт питания инши. И оставляем вот этот второй образец. Я правильно показываю пальцем? Я прошу... И еще на своем мнении. Пора голосовать. Подождите. Мы убираем нить. У нас отпадает... Там просто на догалочку поставили. Да, да. А если вдруг в подсчете окажется, что третий столбик набрал больше всего голосования, то что мы будем с ним делать? Мы будем принимать то решение, которое... ...заимнее являться волей заявления. Так как вы стали депутатом городского совета. Но там, понимаете, третье решение будет инши. И будет, может, вариантов много. Вот именно. А вы же указаны на это? Даже те, кто голосовался. Я все-таки считаю, что лучшие варианты это решение. Если вы считаете, конечно, мы не можем... Опять, мы сегодня собрались... У нас есть порядок. Первую группу проголосовали, вторую обсудили. Я предложу вариант вам... Третий пункт мы... Я прошу проголосления, поднимите руки. Кто зашлите? Давайте мы анализуем. А вы учитываете, кто инициативная группа? Какая инициативная группа? Ну, на несколько, а потом... Повторяю. Панченко, отец Богдан, Чепан, Панамалев, Горбенко, Ень, Петров, Петров. Предложение, вот, опытаный лист, вот он внизу. Вот эти два вопроса, и третий добавляется, иньше. Это ваше предложение. Мое предложение было, что же на голосование. Третий пункт добавить, третий, что с отрожили на свободной территории. Давайте голосовать. Давайте, значит, кто за первый вариант конкретно... Отец Богдан, вы не возражаете, если мы нанесем четвертый пункт, на всякий случай, чтобы он был. Нет? Чего? Значит, первый вариант просто иньше. Второй вариант строительства церкви в другом месте. Все. Это первый вариант. Строительство церкви, если написать в другом месте, люди, многие не понимают, что это несет за собой определенные проблемы. И они могут програться, но вопрос не очистит. Сейчас конкретно идет разговор. За. Зачитываю. Прошу инициативную группу слушать меня внимательно. За что вы будете голосовать. Значит, конкретно. Первый вариант. Опытального листа. Вопрос номер один. Функционирование Миколаевского местного палаца культуры Корабельный с утриманием земельной отделки, прилегающего до Палаца культуры за рахунок местного бюджета. Второй вопрос. Будем листа храма религийной громады Украинской Православной Церкви на земельной отделке, прилегающего до Миколаевского местного палаца культуры Корабельного. Третье пытание. Инши. Кто за этот вариант обыденного листа, прошу поднять руки. Кто за? Раз, два, три. Кто против? За второй вариант. Нет, кто против этого варианта. Соответственно, кто за второй? За три. А, подождите, подождите. Против второго варианта Инши? Мы сейчас переписали вот этот, я за это. А что? Четыре на четыре. Еще раз. Кто за вот этот обыденный лист, который мы переделали? Прошу поднять руки. Раз, два. Ты подзаговый. Ты за то, что третий был инши? Да, 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 инши, инши, инши. Против. За второй вариант. Нет, я не знаю. Кто против? За второй вариант. Продолженный, как зовут... Четыре на четыре.